Здравствуйте, я Лилия Игликова. Исполнители на местах подрывают авторитет власти, уверен общественный деятель Юрий Маленьких. Он в студии Зоны КАЗ. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала, наверное, попрошу вас сказать два слова о себе. Кто вы такой, как себя позиционируете, кто вас поддерживает, кто вам противостоит? Ну, по статусу уже многие меня признают как гражданским активистом. Тот говорит, что достаточно я долго работаю в качестве общественника, общественного деятеля. Я был в двух политических партиях, так что, ну, опыт работы у меня определенный есть, а поскольку я был в партиях, то люди обращались уже как в общественной организации политические, и люди обращались совершенно с различными вопросами, как с имущественными вопросами, так и чисто бытовыми вопросами. Поэтому охват деятельности достаточно широк. Вы были, состояли в двух политических партиях, но сейчас не состоите ни в одной. Почему? Такие, как вы, не нужны партиям? Ну, собственно говоря, первая партия Дрожназово, это партия ОСДП была, я в ней состоял 4 года, потом появилась программа «100 шагов, 5 социальных реформ», и я посчитал, что платформа Нуратан, она более для меня подходящая, поэтому я вышел из состава ОСДП и вступил в Нуратан. Но по каким-то причинам меня Нуратан не принимал, только членство, ни на одно собрание меня не пригласили, а потом за критику руководителя Нуратан меня исключили, господина Байбек, и за то, что я там сказал недозволенные вещи, стал критиковать прокуратуру, именно по имущественным вопросам, потому что следствие не велось, я вынужден был пойти на докемеры. Но исключили меня без регламента, что в уставе я стал это обжаловать. Ну, дошло до того, что я даже пошел на пикет в марте этого года, 10 марта. Я провел пикет около городского филиала, был подвергнут нападению, плакат был уничтожен неизвестным лицом, меня признали в качестве потерпевшего, сейчас ведется следствие, но оно приостановлено, потому что это лицо не установлено до настоящего времени и, наверное, не будет установлено, выждут, когда сроки этого правонарушения пройдут и тогда, чтобы уже всю полноту картины не раскрывать и, в общем, на этом. Сейчас я вне политических партий занимаюсь как одиночка-общественник, поднимаю вопросы безопасности граждан, также правами граждан занимаюсь, также по некоторым вопросам, которые возникают ежедневно, это простые самые вопросы граждан. Ну, плакат, наверное, не великая потеря, у вас их много, и я даже вижу сейчас какие-то вы прихватили с собой, но я так, наверное, не ошибусь, если назову вас человеком принципа. Да, я думаю, до конца. То есть вы пошли на принцип в этой ситуации? Да, на принцип, потому что, ну хорошо, ну, Ротан, я не нужен стал, но ведь я мог и сам выйти из этой организации. Скажите, раз вы не пригласили ни на одно общественное мероприятие, ни на одно собрание за три года моего нахождения. Не пригласили, а не пустили. Да и не пустили в том числе. Я ведь пытался попасть на встречу господином Байбек, это было 20 февраля 2019 года. Я пришел в здание Дворца Республики, и на меня показали пальцем, схватили, утащили в Медеевскую полицию. Вот здесь, в этой пачке, кстати, я обжаловал это решение до самой Генеральной прокуратуры. И что удивительно, значит, у меня уже был ответ прокурора Жури Ктаева, что не было никакого процессуального задержания, а что это такое было. И я уже дошел до Генеральной прокуратуры, а исполнителя обратно Жури Ктаеву отправил. Я звоню исполнителю, спрашиваю, почему закон о прокуратуре нарушаете? Вы разберитесь, на каком основании незаконно я был подвергнут задержанию. Они сказали, к нам приходит 30-40 дел каждый день с регионов, нам некогда заниматься этим. Так прокуратура, она не исполняет свои функциональные обязанности, как прописано в законе о прокуратуре. Что можно вообще ждать, то, что будет на местах? Ведь все-таки, если это правовое государство, должно быть все, как прописано в законах, а не то, кому нужно, какому-то чиновнику или прокурору, или судье, допустим. Ну, это же нарушение со всех сторон. Почему я стал этим заниматься? Потому что я вижу, что мои права нарушались еще 14 лет назад. То есть я начинал как одиночка и теперь продолжаю как одиночка. Вы не присоединились также ни к одному из существующих общественных движений, ни к одной из незарегистрированных пока политических партий. В этой сфере вы тоже не нашли единомышленников? Нет, вы понимаете, я так почувствовал, что некоторые общественные объединения, они неестественным путем создаются властью. Поэтому, имея уже определенный опыт политической работы, я все-таки посчитал уместным работать пока в формате одиночки. Я нашел единомышленника Геннадия Кристианского, блогера. Мы освещаем некоторые вопросы, проводим общественный мониторинг. Но власти, может быть, это не нравится, поэтому они идут иногда на такие беспрецедентные меры, без правонарушения, привлекают нас к административной ответственности, как было 26 марта этого года. Значит, мы на блокпосту номер 8 осуществляли общественный контроль, смотрели за тем, что фуры не проверяются, тепловизоры не работают. Но договорились о том, что власти подготовятся и нас пригласят. Отместо этого, 29-го, я был подвержен незаконному административному аресту, а спустя 20 лишних дней уже Геннадий Кристианский был подвержен. Из пенициарного заведения он попал в больницу, потому что там тоже были масса нарушений. То есть формат работы у нас сейчас получается такой, как бы, может быть, не столь объемный, как общественное объединение. Но мы стараемся подсказать власти, особенно верхней власти, какие недостатки есть на местном уровне. Власти вас заметили, и эти аресты — это так называемые знаки внимания со стороны власти? Я бы сказал, это контрмеры, чтобы скрыть свои недостатки, а иногда и преступления. О вашем мониторинге в зоне вашего внимания и нарушение умышленной, и банальная халатность со стороны государственных органов. Перечислить все, наверное, сейчас не получится, но могли бы вы сейчас назвать то, о чем просто невозможно молчать? Да, это вот имущественные преступления против граждан. Здесь, в Алма-Ате, некто Завадская обратилась, когда-то у нее был муж, и он имел право получить по наследству квартиру, которая была третьим лицам передана, продана. Они обжаловали, потом обратились к Богосыновой, Клары Кариминой, к общественнику, потом меня привлекли к этой работе. Десять раз закрывалось это дело без следственных действий, и, в конце концов, в одиннадцатый раз, после того, как уже мы пошли на публичные акции, обратились к президенту, было отменено это решение. Самое важное во всем этих имущественных преступлений, то, что все госорганы действуют в связке. Дело в том, что мы сделали запрос касательно этого дела в юстицию и Машеву. Поинтересовались, с какого времени номерные бланки в Казахстане для нотариусов стали действовать. С 2012 года некто, Савина Анна Дмитриевна, она умерла в первом году, написала завещание одному нотариусу, второй нотариус уже право собственности. Но, как выяснилось в следствии, два бланка, они оказались разные по форме и содержанию. Один из них номерной, согласно ответу Ямашева с 2012 года. Но это же явные нарушения, это ведь не единичный случай, таких случаев очень много. Мы были 1 марта 2019 года у министра Тургумбаева на личном приеме. Мы свои доводы привели, следствие началось. Тургумбаев сказал, что я вынесу представление, чтобы все нотариусы сдали в архив по срокам хранения, которые уже вышли, там 5 лет у нотариусов должны храниться, наследственные дела. То, что мы увидели при обыске у одного из нотариусов, до потолка имущественные дела хранятся, это же все говорит о том, что они не задают умышленно для того, чтобы сокрыть эти преступления, возможные преступления, потому что там могут оказаться, вот как и в случае гражданки Завадской. Ведь смотрите, ведь все знают прекрасно то, что произошло, что вот эти. Но если это вскроется, то, значит, и другая цепочка потянется. Это же уже будет прецедент, что на протяжении стольких лет не расследовались эти уголовные дела. Поэтому юстиция, нотариат, следствие, прокуратура, суды, все действуют консолидировано, на мой взгляд. И все это надо менять в корне. Вы привели только один пример, в вашей практике таких примеров много. Расскажите, пожалуйста, что у вас за такая кипа документов? Это все переписка с государственными органами? Это все по разной тематике. Здесь вот я хотел подчеркнуть еще очень важный вопрос. Ранее была в Казахстане принята программа государственная АГБЛАК «Чистая вода». Это очень важная программа. Это чистая питьевая вода для граждан. Это же здоровье людей. Ну, самое простое – это продукт естественного происхождения. Вода отсутствует. Ведь смотрите, какой прецедент произошел. Люди обратились с тем, что здесь вот Верхняя Каменка, Самалык сейчас называется, поселок, он относился к Арсайскому району. Люди пожаловались, что у нас нет нормальной питьевой воды 13 лет. Они в прокуратуру до этого обращались, потом уже к нам, к общественникам обратились. Мы стали вести переписку. Ведь больше килограмма документов. Один из документов я хотел бы вам привести. Пишет Акимат Карасайского района, что на первой стадии оказался недопрепорядоченный подрядчик. Сметная документация 9 миллионов было выделено денег. Это вот согласная ответа. И они были похищены. Но если на первой стадии невозможно проектную документацию сделать, как можно конечные результаты? Ну, я дошел до Министерства регионального развития, возглавлял это министерство господин Сагентаев. Заместитель пишет ответ Нокин. Но если им надо денег, мы можем пересмотреть трехлетний бюджет. Можем дополнительно выделить. Ну, конечная точка была поставлена. Вода сейчас в Каменке есть. Но для этого было необходимо очень много усилий приложить, для того, чтобы она появилась. Я хотела бы перечислить еще некоторые другие сферы вашего мониторинга. Это и хозяйственная городская деятельность, это и железная дорога. Но сейчас я попросила бы вас рассказать о новом своем расследовании, относительно 42 500 тенге. Что вы узнали? Да, действительно, это очень важная поддержка для государства, малообеспеченных граждан, которые тем более потеряли работу в условиях ЧП. В дальнейшем уже был объявлен карантин, он пролонгировался уже неоднократно. И ситуация может быть еще более удручающая, чем сейчас, потому что ВОЗ говорит, что этот карантин может быть пролонгирован еще на три месяца. Поэтому многие люди уже длительное время находятся без доходов. В частности, я хотел бы обратить внимание на частном случае, но он, я думаю, типичен. Мой коллега Геннадий Крестьянский подал такую. В апреле месяце заявку через Abiline приложение оплатил вот эти 2600, как самозанятые. И мы стали ждать, когда же ему эти деньги-то начислят. Потом прошли несколько инстанций, все говорят, что деньги не поступили. Ну, мы решили в происшествии какого-то уже времени обратиться в Abiline. Они, оказывается, не уведомив, взяли и зачислили эти деньги просто на баланс телефона. Ну, это как понимать? Значит, человек рассчитывал на эти деньги, переболел коронавирусом, требовались лекарства для лечения и так далее. И таких людей мы много видели около управления общественного благосостояния города Алматы. Они нам частные такие истории рассказывали, в том числе и работодатели по новому положению должны сейчас подавать сведения, чья деятельность приостановлена. И вот мы буквально три дня назад были, одна женщина говорит, я подала сведения, мне не ту форму дали заполнить. Меня требуют работники, чтобы эти деньги все-таки нам назначили. То есть получается, в этой работе много провалов. Может, умышленно это делается или случайно, может, бюджет хотят сохранить. Но людей-то надо поддержать. Ну, деньги, наверное, присваиваются не случайно в большинстве случаев. Сейчас мы говорили о частной компании, но госорганы тоже создали такую систему фильтров, что на 42 500 не так-то просто подать документы. Расскажите, пожалуйста, о той категории людей, которые нуждаются, но так и не смогли, не то что получить этих денег, даже подать заявку. Ну, дело в том, что, видите, мы живем в условиях цифровизации. Вроде как все можно подавать в цифровом виде, но у какой-то части населения нет даже технических средств для того, чтобы это сделать. Это тоже была основной из причин, что люди вовремя не могли подать эти сведения. Ведь масса находится объективных и субъективных причин, что люди действительно... Есть комиссия, которая там сообщили, будет до 1 сентября рассматривать эти заявления. Но надо это делать более оперативно, потому что, по моим сведениям, очень много людей, которые получили первую помощь, потом, значит, она не была назначена, там счет идет на миллионы, вот такая статистика. Ну, вот последний раз я тоже, вот, как самозанятый, подавал заявку, первые два раза получил, а третий раз тоже с большим трудом. Значит, пришло сообщение, нажмите единицу, отправьте. Ну, я отправляю единицу, там пишут непонятное сообщение, провайдер там не может какие-то там сведения подать. Я звоню, значит, провайдеру, в данном случае Билайн тоже оказалась компания. Молодой человек, который на линии находился, я говорю, не могу ответить на ваш вопрос, пойду за консультациями. Потом говорит, через несколько минут, ну, вы знаете, звоните туда, в этот пенсионный фонд, а там робот отвечает. Таких случаев масса. Эти вопросы надо решать более оперативно, потому что люди нуждаются в помощи, те, которые действительно потеряли работу или по каким-то другим причинам ежедневно. Власти-то думают, что они все обеспеченные, как люди-то, вот как они обеспеченные. Они вышли на карантин, закрыли двери, находятся в кабинетах. Никто же не отказался от своей основной зарплаты. Пожили бы на 42 500, и тогда бы понятно было, как люди будут выживать на эти деньги. По новому положению, работодатель должен подавать заявку за уволенного сотрудника. Насколько легко добиться от работодателя подать заявку, если мы, собственно, все закрыты на карантине? Ну, теоретически это можно добиться. А если он сам работодатель заболел, если у него там сотрудники ушли в отпуск, как это можно сделать? Технически это уже становится невозможным. Работник звонит работодателю, а тут не отвечает на телефон. Ну, причина уже не в государстве, а в работодателе. Хорошо можно переложить ответственность с одних на другие. Тут хоть работник мог в госорганы обращаться, там, и стучаться до тех пор, пока ему там не назначат или откажут эту помощь. А теперь в этой цепочке работодатель появился. Ну, по моим сведениям, тоже очень много таких случаев, когда эти сведения в обмене не были поданы, и люди все-таки не получили обещанную от государства помощь. Такая я уже сказал, мы обеспечим всех нуждающихся помощью. Ну, конечно, сказать можно все, что угодно, а до конкретного результата, наверное, все-таки не все получат, кто нуждается. Мы уже не раз говорили о том, что правильные идеи и правильно озвученные, красиво звучащие идеи на местах не выполняются. Что делать, чтобы переписка граждан с госорганами не исчислялась килограммами? Ну, вот вы правильно заметили, вот здесь по разным вопросам, вот даже еще раз Билайн, я думаю, уместно будет это упомянуть в нашей сегодняшней беседе. Ранее первый президент Казахстана, когда возникли вопросы по тарифам, по электроэнергии, по теплу, в том числе и вопросы сотовой связи были определены. Я вот как пользователь Билайн получил такое сообщение, что вы переведены с тарифного плана плюс 7, плюс 7 это 7 тенге на всех операторов, включая и стационарные телефоны, на другой. А там уже кратность увеличилась, там до 12 тенге, а на такие телефоны стационарные 20 тенге. Ну, я говорю, почему без моего согласия? То есть я дошел до Генеральной прокуратуры, агентства антимонопольного. Знаете мне, что сообщают в этой переписке? Что с такого-то года, значит, государство не контролирует тарифообразование. Значит, они, значит, монополисты сотовой связи, тарифы устанавливают, исходя из своих затрат. Государство полностью получается, ну, сняло с себя ответственность. Так же получается по электроэнергии. Я вчера вот заинтересовался, почему там у меня большая сумма за электроэнергию пришла. Все-таки там несколько тарифов, и счетчики современные поставили, значит, и смотрю, только по одному этому, дневному тарифу начисляют. И есть лимит на электроэнергию, и тут, получается, сумма увеличивается. Ну, я вот увидел контролера, спрашиваю, а почему вот это самое, один тариф? А сейчас вот невыгодно стало этому энергопоставляющей организации по таким тарифам. Значит, они могут взять самовольно и изменить тариф. Ну, то есть отказаться от двухтарифного или трехтарифного оплаты абонента. Значит, делают как им удобно. Могут увеличить тарифы, могут это. Они, собственно говоря, игнорируют то, что говорит первый президент. Ну, сейчас второй президент, не знаю, он обратил внимание на ряд вопросов, которые актуальны, но они тоже как будто уходят в сторону. Вот он, первое, что я заметил, когда стал президентом, обратил на общественные туалеты. Обратил внимание на то, что в школах эти отсутствуют, туалеты в зданиях, там люди, дети подвергаются нападению со стороны неадекватных граждан, там, педофилов и так далее. Получается, что то, что говорят, а на местах не выполняется. И тут один вопрос, перекрываются другими, так это происходит, не выполнив одно, они идут уже в следующее, а под эти же программы деньги выделяются. То есть деньги-то не осваиваются. Вот мне в управлении общественного развития как-то сказали, Юрий Николаевич, а разве плохо, если на 30% программа выполнена? А почему не на 50%, и не на 100%? То есть они уже согласны, что одна программа должна перекрыть другую, и все, забыли. Идут, вот как, знаете, какие-то сериалы телевизионные, еще один не закончился, вот другой сериал, но под эту программу-то деньги выделяются. Вот сейчас вопрос мусора переработки возник. Я вот сейчас шел к вам, вот здесь около «Казахфильма», но я был поражен. Вроде говорят, что надо там провести санитарную уборку в условиях карантина, там все завалено, даже фотографии могу вам предоставить, поставите в сеть, если хотите. Дело в том, что ведь там же есть органы, которые должны следить за порядком. Где эти органы благоустройства? Сейчас здесь по дислокации, по-моему, Бастандыкский район, мы находимся. Поэтому все-таки властям нужно все-таки оперативно реагировать на вызовы, которые вот в условиях пандемии еще кишечные заболевания появятся. Это же все усугубит, это же вечно будут люди болеть чем-то. А что будет с экономикой? Ну, в конечном итоге, все это, ну, как сказать, работы это не назовешь, недоработками это, это провалы в управлении, в работе, ну, опять же, может, тавтология занимает чиновников. Чиновников. Они не хотят выполнять то, что от них требуется. А раз они не хотят, они под удар и президента ставят, и правительство ставят. Они сообщают то, как им удобно сообщить. Общественный контроль они ликвидировали окончательно. Ну, если таким гонением общественники подвергаются. В прошлый раз мы говорили и о системе здравоохранения, и о системе образования, о других сферах. В принципе, нарушения, о которых вы говорите, они повсеместны. Абсолютно верно. И что делать? Такие, как вы, во власти не нужны, это вы убедились уже на собственном опыте. Если придут новые люди, какие они будут? Ведь у системы сильный иммунитет. Ну, вы правильно совершенно говорите. Система, она себя охраняет и сохраняет. Ведь основная беда нашего общества это коррупционная составляющая. Вот любая программа, там должны быть украдены деньги. Вот не было программы, чтобы там что-то не украли. Значит, придут те, которые будут все-таки сохранять эту систему. Ну и что в конечном итоге мы получим? Ну, то же самое, может быть, еще более усугубится ситуация. Вы правильно сказали, что куда бы я ни подавал свои заявки в общественный совет, допустим, да? Не надо. Хотел восстановиться в Нур-Атане, но потом я мог и выйти оттуда, если мне что-то не понравилось. Не надо. Значит, не рассматриваться. Вот эти документы, вот эта пачка, они побывали у господина Бабакумарова. Это заместитель Акима Сагентаева города Алматы по идеологии. Я вам сейчас буквально одну минуту поясню. Значит, здесь были поставлены ряд вопросов, которые требовали решения. Вот даже здесь резолюции есть рассмотреть. Ведь это же были направлены контрмеры. Никакой резолюции по вот этой не поступило. Значит, им вообще ничего не надо, этой власти. Абсолютно ничего не надо. Значит, что делать? Нужно все-таки привлекать к управлению государством людей адекватных, и которые болеют патриоты в Казахстане, которые не в системе. Тогда они что-то могут изменить. Но вот сейчас мы перед выборами. Маслихаты будут выбирать сенаторов. Чтобы наша беседа не превратилась просто в пустое сотрясание воздуха, я попрошу вас озвучить свое какое-то предложение, видение. Как изменить ситуацию? Да, действительно, 12 августа 2020 года будут выбираться депутаты Сената Республики Казахстан. Значит, выборы будут проходить в формате те, кто зарегистрировался в центральном избирательном органе, значит, будут выбирать депутаты маслихатов. То есть население в этих выборах не участвует. Но у президента Республики Казахстан Такаева есть квота 15 человек. Значит, если он посчитает нужным, то он может вовлечь в управление государством через этот орган тех, кого посчитает нужным. Если он возьмет людей не из системы, патриотов, которые хотят действительно изменить жизнь казахстанцев, чтобы сделать государство в формате, чтобы оно было работы законов, то он, наверное, это сделает. Если все как было, то, значит, привлекут, наверное, отставников или еще кого-то, как было всегда. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.